Добрый день! Меня зовут Рукин Александр. Перед Новым годом я давал прогноз о курсе 60 рублей за доллар. Обоснование было достаточно простое, что есть принципы макроэкономики, и рынки движутся фундаментальными трендами. Технический анализ позволяет вовремя уловить и оседлать этот тренд. Как мы помним, после фееричного роста доллар достаточно равномерно загнулся вниз и покатился обратно, поэтому многие воспользовались все-таки ожиданиями смелыми, что курс откатится назад и заработали. Что делать сейчас? Мне кажется, что исходя из задач модернизации, исходя из изношенности основных средств по России, мы не сможем увидеть дальнейшие девальвации доллара и усиления рубля, хотя паритет потребительской покупательной способности корзины рубль-доллар якобы чуть ли не 25. Дело в том, что природа денег определяется не только тем, что это талоны на еду и жилье и удовольствие, но это еще и механизм обмена, обслуживания инвестиций. Поэтому, исходя из необходимости инвестировать и инвестировать в наши стратегические отрасли, самортизировалось чуть ли не 90% оборудования в нефтегазе, мы думаем, каким-то образом ручеек рублей возникнет, ну и соответственно это не позволит макроэкономическим паритетам покупательных способностей никогда реализоваться. Вот и будем мы болтаться в диапазоне 60-70 рублей за доллар, поэтому с другой стороны это есть некая возможность спокойно не думать о валютном рынке и о курсах, а сосредоточиться на доходных историях. Ну это дивидендные истории, которые объявлены сейчас по акциям госкомпаний. Хотя я бы здесь не испытывал никаких иллюзий в долгую, я уже сказал, что там настолько все самортизировано, что если произвести переоценку по рыночным ценам основных фондов Газпрома, нефтяных компаний, то там немедленно снизится прибыль, нечего будет отчислять на дивиденды, и за счет амортизации и инвестиций вполне возможно, что мы не увидим в следующие года вот эти вот 50%, которые анонсированы в дивидендах. Хорошей идеей являются длинные ФСЗ 15-летние, пусть сейчас 9 годовых, но поскольку предполагаем, что рубль-доллар стабилизировался, значит и через год можно увидеть в госбумагах 7-8 годовых, и когда у бумаги доходность падает, у длинной, она опережающими темпами растет. Ну вот соответственно в этих бумагах был у нас и 50% абсолютной доходности и 30%, но тем не менее поезд еще не ушел. В свою очередь хочу определить целеполагание любого капиталиста, трейдера и инвестора тем, что он из своей текущей ситуации идет в какое-то светлое завтра. Ну мне кажется должна быть динамичная стратегия управления инвестиционными портфелями, перебалансировка активов. Вот этот последний скандал с панамским досье сказал, что Буратин продолжит раскулачивать, и тот, кто еще не понял намека, должны идти в реальные активы, в самые реальные. Ну вот здесь мне нравятся три правила девелопмента, номер один локэйшн, второй локэйшн и третий локэйшн. Андрей, я вам привез такую вот книжку замечательную про Лондон, где недвижимость дорожал, дорожает и будет дорожать. Я как опытный риэлтор, инвестбанкир и финансист предлагаю рассмотреть эту опцию и под микроскопом, и под телескопом макроэкономического взгляда на мир, на жизнь и на вещи. Вот. Ну, в режиме английского юмора я хотел бы еще рассказать такую короткую притчу, да. И вот аналитик, он, как обычно, в лифте едет с трейдером, да, и трейдер пытается уже теперь на последнем этаже, на последнем задает вопрос, ну так куда-то поедем-то, вверх или вниз, да. Что будет, если трос оборвется в этой ситуации? Ну, наверное, надо уметь очень быстро выпрыгивать, вот. Поэтому я всем пожелаю спрыгнуть, ну, нужно как бы понимать, да, когда вы по неким кочкам в болоте, в мутном перемещаетесь, вы должны чувствовать и опасность, и вот там что-то около горизонта. Так вот, какой горизонт, каждому я пообещаю. Главное выбраться из болота в вашу сторону, которая вам нравится, север, юг, запад и восток. Если уж вы определились по жизни, где, как, почему и зачем вы ваш капитал приумножаете, ну так и двигайтесь в этом направлении. Не маринуйте ваши силы, средства и нервы в том, что вам кажется неким таким промежуточным хорошим решением для капитала. Выбирайте что-то фундаментальное. Ну, у меня всегда были всякие заводы, газеты и пароходы, но я как бы рекламой не занимаюсь обычно. Ну, а просто всех приглашаю ко мне на приватные разговоры, ван ту ван. По пятницам провожу деловые завтраки в шоколаднице на баррикадной. Жизнь заставила опять. Вот с января ничего не делал такого, а сейчас опять нахлынули движения активов в разные стороны. Андрей, спасибо вам за такую возможность выступить мне тут несколько минут. Всех благ, всем удачи, до свидания. Спасибо. Спасибо.